Привет всем! Сегодня опять новинка по Звездным Войнам. Прежде всего, прошу вас написать в комментариях, как относитесь к выпуску подобных наборов, потому что я думаю, что будет не один набор такой, а впоследствии серия, вот эта подсерия будет развиваться. Это дуэль на Старкиллере, полторы тысячи рублей он стоит, и это, да, полностью дуэльный комплект. Здесь есть небольшая подставка и два героя, посвящен он пробуждению силы, финалу этого фильма. По поводу сборки, ничего сложного, и, если честно, итоговая модель, я считаю, получилась прикольной. То есть, в чем дело, вы просто собираете эту штуку, и это уже готовая модель на полку. Две фигурки здесь есть, фигурки-то сами, но эти герои, как бы не относился вот к перевыпуску Звездных Войн, к новым фильмам, плохо, но, если разобраться, это чуть ли не самые ключевые герои, и они в маленьком комплекте. Рей, у нее две эмоции, эмоции в этой битве классно, кстати, подобрали, одну нормальную, а другую же во время. Битва, вот здесь она такая, практически, да, как была из аксессуаров и фигурки синий цветовой меч. Ну и Кайло Рен, у Кайло Рена здорово, одно лицо без шрама, а второе уже со шрамом, который ему Рей оставила. Его фирменный цветовой меч и его костюм. Вот, кстати, на нем вроде как раз есть небольшая дыра, и вот это, наверное, та дыра, которую оставил арбалет Чубаке. И, если это и правда так, то хороший подход к фигуркам. Ну и, кстати, напишите, посмотрим, кто больше знает, у каких героев в киновселенной Звездных Войн были световые красные мечи. Ну что, а вот и часть Старкиллера. Был снег, деревья, деревья здесь есть, их три, ну, выглядят вполне ничего, как игровые. В центре две крутящихся подставки, куда мы ставим двух этих героев. И они вращаются, и, ну, такими странными движениями как раз будет называться их битва. Ну что ж, в принципе, конечно, это больше для полки, потому что, ну, играть особо с этим, мне кажется, не получится. Ну, а поставить их друг напротив друга, почему нет? Вроде неплохо. Сзади деревья падают, то есть вот так вот можно делать. А вот правое дерево, если падает, здесь хотя бы смысл какой-то есть. Тут скрыт статшутер, так что неплохо, тыничок, продумали. Сзади есть скала. Часть скалы неплохая. Всегда эти скалы могут быть полезны для самоделок и прочего. Ну и самая главная функция. Вы уже в центре увидели, идет раскол. Как вы помните, да, Старкиллер, ну, начал взрываться. Там уже все полыхало. И, да, оно раскладывается. И здесь вы можете увидеть прозрачно-оранжевые и красные детали, которые как раз это демонстрируют. В том числе вы можете поставить это или так, или вот так. Как полностью раскрыть и, ну, сделать сцену, где они бегали поле сюда. Правда, их скала здесь отделяет. Ну и при желании ее можно убрать и вообще это как-то перестроить. Ну, это вполне себе неплохо. То есть вы можете раскрывать, закрывать. Наборчик небольшой, но я его, в принципе, заценил. Пишите в комментариях ваше мнение. Поддерживайте видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok